Более 58 миллионов рублей задолжали предприятия округа своим работникам. Задолженность по заработной плате имеют четыре организации, причем одна из них не рассчитывалась со своими сотрудниками с 2014 года. О причинах и сроках погашения положенных выплат руководители предприятиям доложили на Межведомственной комиссии по легализации трудовых отношений. Наибольшую задолженность по заработной плате перед работниками имеет акционерное общество «Наринмарсейсморазведка» – более 49 миллионов рублей. 747 человек до начала марта не получали положенного вознаграждения за труд. 2 марта организация с работниками рассчиталась, однако вскоре задолженность возникнет вновь. Все дело в особенностях договоров с заказчиками. На сегодняшний день договорные отношения с заказчиками поставлены таким образом, и нам их, к сожалению, не изменить, что они хватят по 60 дней по выполнению работы. Так компания сдала объекты в конце января и в феврале, а деньги получит только в конце марта и апреля. Авансов заказчики также не выплачивают. Отсюда и систематическая задолженность перед сотрудниками. Первый заместитель прокурора округа напомнил, за это руководитель компании несет административную и уголовную ответственности. «В связи с своими нарушениями в 2015 году руководители уже названных организаций неоднократно привлекались к политическому вопросу ответственности, государственной, административной в том числе. И в 2015 году, благодаря принятым мерам, удалось выгласить заработную плату указанной организации на сумму более 300 миллионов. Второе по сумме задолженности предприятия «Наринмарстрой». 218 сотрудников не получили за 2016 год заработную плату на сумму около 4,5 миллионов рублей. Также организации полагается выплатить 2 миллиона 800 тысяч выходных пособий. Представитель компании объяснил это задержкой выплат от заказчиков. Так, строители в декабре сдали работы по дому в посёлке Искателей. Однако положенных 4 миллионов от «Строй универсала» всё ещё не получили. На сегодняшний день, насколько я осведомлён, у «Строй универсала» нет этих денег. Хотя от «Заполярного района» он их получил. В связи с этим мы не можем получить нашу дебютовку. Дополнительно мы ждём оплаты со стороны «Наринмарстрой инвеста» порядка 2 миллионов рублей. Я надеюсь, что они придут на этой неделе. Часть задолженности погасит уже на этой неделе. В общей сложности акционерному обществу задолжали более 30 миллионов рублей. С некоторыми заказчиками «Наринмарстрой» ведёт судебное разбирательство. Ближайшая сдача объекта, по которому ожидается оплата, запланирована на май. Найти средства на выплату зарплаты стройпредприятие может путём продажи своих квартир. Но на сегодня судебные приставы наложили запрет на все объекты собственности компании. Причиной стали коммерческие и налоговые долги на общую сумму более 80 миллионов рублей. Замкнутый круг попробуют разомкнуть переговорами Федеральной службы судебных приставов с прокуратурой округа. Результаты будут известны 20 марта на следующем заседании комиссии по легализации трудовых отношений.